История Русской Православной Церкви Этого периода, который сделали очень много, колоксально много для Руси У нас остался еще один великий человек XIV века, к которому мы подходим Это, конечно, игумен Троицы Сергиева монастыря, основатель этого монастыря Сергий Радонежский Великий человек, почитаемый всей русской историей и русским народом Но перед этим отец Феодосий высказал такое мнение, что надо посвятить одну передачу Истории монастырей и обителей Я бы хотел, чтобы, по крайней мере, постараться Это очень большой, огромный пласт То есть невозможно будет просто за час или какой-то период времени Высказать, рассказать всю эту историю, ее глубину и значение для Руси Для этого можно целый цикл передач посвящать только об одних монастырях И не будет конца и края, можно целый год снимать Поэтому то, что мне бы хотелось, это подтолкнуть желающих к тому, чтобы они, если их интересуют Даты и какие-то особенности, каких-то особенностей монастырей Именно каких-то персональных монастырей Да, обратились к различным источникам К всевозможнейшим, которые сейчас в полном доступе находятся И уже для себя могли подчеркнуть определенную информацию Для меня более важно затронуть такие стороны монастырской духовной жизни Которые часто не освящаются Дело в том, что это, ну, когда пишется какое-нибудь повествование Пишется история, пишется какой-нибудь рассказ То он обычно очень приукрашивается Либо в чьих-то интересах пишется этот рассказ И очень трудно оценить реальную историческую канву всего этого Происходивших событий и последствия О которых были после этих, после этих происшедших деяний После совершившихся событий Это очень сложный исторический момент Поскольку часто случалось так, что информация утеряна была безвозвратно И потом просто выдумывалось То, что сгорело в книгах Выдумывалось, ну, либо кто-то там по десятой памяти вспомнил И рассказал что-то наподобие И начать я, конечно, хочу с Киева Это более ранних каких-то древних сведений у нас о монастырях на территории Руси нет вообще То есть первое, что о христианстве говорили и раньше То есть там, наверное, еще и даже в IX веке А может быть и в VIII было христианство уже на территории славянской земли Смотрите наши первые передачи А вот о монастырях в это время не было особо никакой информации Поскольку это очень сложный и очень тонкий инструмент и механизм Ну, первый монастырь, которым вообще есть какие-то сведения Это 1037 год Монастырь, который основал Ярослав Владимирович Ярослав Мудрый, который он и Софию построил Его идея была и укрепление Мы уже говорили о том, что его идея была укрепление государственности Естественно, ему нужна была поддержка И он основывал, первый основал монастырь До монастыря, даже до Киево-Печерской лавры Теперь просто объясняю, как это все происходило Не думайте, что это было какой-то там, например, СУ-12 СМУ-12 получала заказ и строила монастырь Нет, первые монастыри на Руси все были отшельническими Что такое отшельнический монастырь? Человек по повелению своего сердца, по повелению своей совести И шел, копал себе где-нибудь пещерку Строил себе избушку-землянку какую-то И для чего? Чтобы удалиться от суеты, бесконечной суеты мира Люди специально уходили от цветы мирской, чтобы духовно в пустыне молиться И стараться духовно возрастать Ну, во всем В вере, в своих каких-то добродетелях и прочих очень важных качествах Я хотел бы заметить, что это именно касается самой личности человека Его взаимоотношений с Богом Это не может касаться ни местного архиерея, ни архимандрита, ни царя Гороха Монашество изначально, и я настаиваю на этом Это личные взаимоотношения с Богом Как человек себя перед Богом представлял Как он себя мыслил Как его была вера Какова была его молитва Это очень интимный процесс И третий здесь всегда лишний Это гораздо более глубокий процесс, чем даже семья Чем какие-то такие вот мирские земные отношения Отношения с Богом в вере Они гораздо глубже и интимнее Поэтому всякий, кто лезет в эти интимные отношения Очень часто смахивает на духовного насильника Или на сексуального маньяка Потому что личные взаимоотношения с Богом Они очень-очень тонки Можно порвать, можно десятки лет трудиться И за несколько дней все разрушить то, что ты делал многие годы А можно наоборот Гадости делать, как разбойник, который, покаявшись на кресте Просил Бога и тут же обрел Господа прощение Поэтому это такая очень тонкая вещь Это я хотел бы обратить ваше внимание И тут же вот как раз мы только об этом говорили Небольшая проповедь Да, да, да Получается, как небольшая такая Значит, что делалось князьями Монастыри были двух видов Княжеские и, будем говорить, такие, самочинные Княжеский монастырь проще Князь давал землю И обязательно давал к этой земле, допустим, пару деревень И получалось, что у монастыря сразу были средства существования Ремонт, строительство храма и так далее и тому подобное То есть вы поняли, да? Допустим, там сотня монахов И у них еще вокруг несколько деревень Вот, например, Киево-Печерской лавре принадлежал город Васильков Сейчас целый город принадлежал И это давалось как княжеское обеспечение Потому что князь прекрасно понимал, что хлеб с неба не падает И кормить надо, и строить надо все это Тем более, что сразу все было деревянное Все было только деревянное Никаких каменных построек в это время не было Значит, первое, что мы знаем, каменное Это уже толком, что мы знаем точно Не по сказкам и к чьим-то домыслам Это вот сохранившийся до нас Софийский собор В котором лежали, похоронен был Ярослав Мудрый Ну, там еще говорят и о Десятильной церкви То она горела, то перестраивали, то меняли В общем, ни планов, ничего нет Это просто очень такие урывчатые сведения Вот, что же произошло дальше? Вторая часть монахов всегда противилась этим княжеским монастырям Почему? Потому что князья сажали туда всегда Своих каких-то там архимандритов Своих родственников Для того, чтобы поддерживать связь и власть над духовенством Над попами Тоже архиереи делали то же самое А вот настоящая часть, как я считаю Это мое личное мнение Такого истинного монашества Она всегда была отшельнической Потому что это по примеру Марии Египетской Павла Февейского И прочих древнейших монахов Первых веков Они никогда не входили ни в какие церковные ордена и структуры Ни в какие епархии Никогда это не имело никакого отношения Это было сугубо личное отношение человека с Богом Но быстро князья и особенно архиереи поняли Что эксплуатировать таких идейных людей Очень выгодно Потому что они возвышены духом Они готовы оставить семью Все, весь мир Идти Богу служить Эксплуатировать их очень выгодно И люди за ними идут Потому что видят их подвижническую и искреннюю жизнь И можно тихо Какие-то свои подлинненькие Зачастую дела хитренькие Осуществлять политические, экономические И так далее и тому подобное Потому что словам этого человека Большое доверие, он праведник И люди внемлют ему какой-то божественной воле Когда он говорит И оказалось, что этим прохиндеи пользовались князья И всякие бояре Еще сразу быстро это бояре раскусили И появились боярские вводчинные монастыри То есть бояре вроде бы жертвовали Но туда ставили своих родственников И закрепляли над местной территорией свою власть Получалось не просто А еще как бы говорили, что это сам Бог повелел Не просто там какой-нибудь архимандрит Да сам Бог это повелел И вот значит уже К возникновению лавры в 1051 году Уже насчитывалось около 22 разных таких маленьких монастырей В том числе 4 из них были женские обители Это, так будем говорить, женские монастыри и мужские Это очень разные вещи Потому что сама природа человека Сама природа человека Сама переживания, материнство и прочее все остальное Для женщины, конечно, гораздо тяжелее проходит, чем для мужчин Если для мужчин, естественно, сбиваться в банды И какие-то такие, и грабить там в лесах Или жить в казарме, например, в армии То есть как греки древние там легионами там с мечами И жили всю жизнь в этой армии Ничего страшного Для мужиков это такой естественный вариант То женская армия это противоестественное собрание такое И женское военное училище, например Монастырь очень похож на военное училище То есть где все учатся духовно жить А женское военное училище Это вот, я даже не знаю Может и были прецеденты в истории Но очень мало и так Поэтому женские монастыри Они всегда были гораздо более сложнее В своем внутреннем житии Чем монастыри мужские Значит, что еще важно Монастыри того времени Сразу взяли на себя Все возможные государственные функции Первое, это больницы При всяких эпидемиях При всяких невозможных там Каких-то тяжелых заболеваниях людей Всегда находился какой-нибудь Опытный монах, травник Или какой-нибудь приехавший из Греции Бывший врач Который вот как на Агапетке его Печерске, которому до сих пор приходят молиться В разных-разных болезнях И все люди толпами и шли в монастыри Потому что никаких стоматологов Никаких врачей не было И монастырь сразу существовал такую функцию Дальше, страноприимный дом То есть всякие Не могущие себя обеспечивать старики Которые остались, например Допустим, на бег татар Или еще каких-нибудь там Тогда не было татар Половцы Печенеги Печенеги, половцы Детей увели Осталась бабка старая Куда ее деть? У нее три зуба осталось Она не умирает и не живет Что убить ее? Строились всякие страноприимные дома Сразу же первыми игуменами Там где-то строилось И уже был страноприимный дом Дальше Библиотеки и школы Первейшие Нигде даже у князей Не было столько хранилищ библиотек Сколько было в монастырях Следующая какая функция Тюрьма Всякие неугодные князья Сажались в яму там Какие-то бояре В пору Да, в пору В подпол На хлеб и воду И сидели там тихо Годами И тогда, как у нас, знаете Судоприза забыли про него И он там с голоду и умер Как Максим Грек Про которого благополучно забыли В яме он там просидел И замучили Грамотного Слишком грамотный был Но это княжеские монастыри Да, это именно были княжеские монастыри Которые князья тут же Стали использовать как тюрьмы Причем Особенно вот потом Северные монастыри Типа Валаама И Соловков Да Следующее Это форпосты Монастыри, которые не были в городах А строились на дорогах Они всегда строились на таких Важных узловых моментах Где могли напасть враги И строились они как город То есть там был хлеб Там была Своя земля Там было колодцы Там были родники Там была ванна Там была огромная крепостная стена И обязательно все монастыри Вооружались Чтобы вы все знали Обязательно были пушки И прочие Порох Да Даже нет Даже вот времена уже На первых набегах Половцев Уже монастыри укреплялись Но я про пушку А не, пушку конечно Тогда не Я имел ввиду в общем С изобретениями Луки и стрелы Сначала были Все для осады Для непредвиденной осады Да И обязательно хранилище продуктов Вот это следующая Продовольственная база Монастырь в городе Всегда был продовольственным складом В котором Когда наступали враги Все закрывались И там Несколько месяцев Всегда находилось На несколько месяцев Продовольствие Да С монахами так не договоришься Они будут выдавать Ровно Да Абсолютно верно Были специальные трапезы Где каждый получал кусок хлеба И будут отвечать за то Чтобы эти продукты Это вот кстати так и было Вот вообще Особенно отшельнические монастыри Там никогда никакого воровства И грабежа не было А вот только Где нибудь Какой нибудь администрации Появляется Там все разворуют Украдут И вывезут И спишут Украдут И дачу себе построят Вот И следующий момент Значит Это Судебная власть Пока Так как мы знаем с вами Что существовало Лествичное право По которому Князья вечно перемещались С одного места на другое Кончалось это тем Что месяцами А то и годами Князья не могли Между собой разобраться Кто же кому дань должен платить И кто главный Кто старший Кто здесь будет Они воевали Убивали друг друга Очень-очень долго спорили Все Мгновенно Функция судебная Княжеская Перешла к игуменам И архимандритов монастырей Архиереев было очень Епископов было очень мало И только в самых крупных городах А вот всяких Всевозможнейших Иеромонахов И архимандритов И игуменов Было много И они Осуществляли Функции Судебной власти Разборы между Князьями Там Между Ну да Особенно между Крестьянами Такие знаете Чисто бытовые варианты Где кому Коровами поле потравили Где межу перешли И прочее Это всегда было Между людьми Это занимались монастыри Дальше пойдем с вами Денег Хранилище То есть какие-то бояре Специально строились Подвалы Такая банковская функция Банковское хранилище Тоже Осуществлялось В монастырях Следующее Первое Каменное строительство Архитектура Любая Начиналась Из монастыря Я вам скажу Сейчас одно слово И вы поймете Сразу Какую такую функцию Несли монастыри Монастыри назывались Детинцами То есть это Дитя Из которого Вырос город То есть Внутри сердце Вот это Вокруг обрастало Всякими слободками И получилось Например Сергиев Посад Город Котором сейчас 100 тысяч населения Вокруг Маленького Маленького храмика Который построил Северий Раджи Там лесу Поэтому Детинцами Называли монастыри Вокруг Которых Вырастали Большие И серьезные Города Есть другая Эсторическая версия По поводу этого слова Но я про это Помолчу Может быть Конечно Нет Господи Я же не говорю Даже простых детей Называли Так Своих Детинец Нормально Детинец Ну нет Вариантов Море Детинец Ну если Многие знают Что Некоторые Историки Ссылаются На старославянские Обычай Языческие Очень жуткие Закладывать Возможно Да Детинец Это не Старославянские Обычай Это древнесирийские Обычай Может быть Да Даже Самопелца Давида Написано Там На костях Твоих На костях Детей Твоих Построил Дом Твой А потом Возможно Это считалось Даже у индейцев Было Считалось Что дом Будет хорошо Стоять И процветать Ужас Дворец Какой-то Да Животных Сейчас И сейчас До сих пор Животных Кладут А тогда Детей Ну Ладно Пройдем Возможно Да Детинец Это было Да Слово Дитя Дитя Положенное В основание Дома Это кошмар А дитя Которое Ты растишь Это прекрасное И то И похоже И другое Похоже Поэтому Можно По разному Возможно По разному Самое Так Что еще Мы с вами Не упомянули Ремесленничество Монахи Зачастую От Необходимостей Житейских А зачастую Просто От безделья Вынуждены Были что-то Придумывать Что-то Делать Стеклодувы Кузнецы Наилучшие Я уже Говорил Про врачей Которые Учились Там Прямо В монастырях Выходили Изменно Из монастыря Какие огородники В Новолааме До революции Умудрялись Выращивать Клубнику И Там Где на камнях Вообще Ничего Не растет В общем Это Ремесленничество Тоже Огромным Имело Своим Основанием Монастыри Вот например Киево-Печерская Лавра Представим себе Это Маленькая Пещерка В которой Иларион Метрополит Которому Тоже Много Говорили Слово Закония И благодати Выкопал себе Ямку И молился И монахам Которые уже Были в Киеве Некоторым Вдруг не понравилось А был это Антоний Киево-Печерский Не понравилось Быть Вот в этом Обителе Общей И он Идет туда В эту пещерку Его труды И подвижничество Привлекают к нему Огромное количество Людей Частокол Маленький Деревянный Храм Так интересно Пещеры Дальние и Ближние Такая ложбина Возле Киева Идет И с одной стороны Ближние пещеры Слева Справа К Днепру Дальние пещеры И там Жили монахи Но когда они Уже не стали Влазить туда Эти монахи Пришлось Строить Наверху Монастырь Над пещерами И Антоний Малодат Антоний Сам с Афона Пришел Из Любича Он был родом И принес Вот эту Как бы Инициативу Но уже Строили после него В основном Главная его задача Была то Что эту гору Он получил От князя В полное владение И То есть Полностью Избавился От зависимости От всяких Политических Уже не от Ярослава Видимо От Изяслава Да Наверное Скорее Изяслав дал Скорее всего Изяслав Ему подарил Вот эту гору На которой Располагается Печерская лавра Древнее право Древняя еще Собственность На землю Вот И Его преемник И ученик Феодосий Киево-Печерский И стал Основателем Видимого Монастыря То есть Все видимые храмы Которые наверху Построены Были уже При Феодосии При Антонии Все было под землей Честокол Небольшой ручей Стекающий В Днепру Вода Хозяйство И буквально За какие-то там Несколько десятков лет Это превращается В целую монашескую столицу То есть Образ культуры Образ духовной жизни Был настолько велик Что Нес Собою Колоссальнейшее Просвещение Городу И Главное Авторитет Из Такой вот Это именно Отшельнические Монастыри И поэтому Каждый Сам с Богом Жил Никто никого Не душил И не заставлял Ничего Хотел Жил Хотел Ушел Хотел Пришел Пришел Приняли Ушел Помолились Никто Никого Ни к чему Не принуждал Не было никаких Уставов Все было Очень Краткий был Устав Вот Веруешь Святую Троицу Верую А ну Перекрестись Перекрестись От этого Сына Все Вот там Себе Руби Себе Келью Сам Никто Тебе Ничего Не рубил Никому Ничего Не строилось Не делалось Сами Все делали Своими Руками И Богу Молись Только Для праздников Даже Было Такое Что Даже Не на службы Не ходили Приходили Только Причаститься И в какие-то Большие Праздники Вместе Поклониться Богу А Свою Ошельническую Такую жизнь Не прерывали То есть Мы Акцентируем Внимание Что Первыми Основателями Монастырской Жизни Антония Феодосия Киева Печерская Значит Второй Момент Здесь Я думаю Еще Да Ты говорите Иногда А я буду Ориентировать При каких Князьях 37 год Первый Монастырь В Киеве 1051 Это Основание Киева Печерская Это Ярослав Перед смертью Ярослава А Ярослав Уже дал Ему Эту землю Возможно Уже Потом Святослав И Всеволод Ну Это Уже История Двигалась Что Должны Мы С вами Еще Упомянуть Очень Важное Дело В том Что Помимо Всего Хорошего О чем Мы говорили Принесено Была И куча Огромных Проблем Проблем Каких Первая Проблема Самая Главная Которую Я считаю Это Закрепощение Крестьян Этим Особо Не занимались Отшельнические Монастыри Когда Монахи Были Еще Совсем Зелеными То есть Вот это было Отшельники Монахи 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 Не было Не было Даже Даже У Христа Был Иуда Который Настил Ковчежицы И то Оттуда Денье Крал Всего 12 Апостолов И то Умудрялся Оттуда Воровать Денье Так что Здесь Это Данная История И Все Разночено Ну не все А Сразу Появлялись Люди Которые Это дело Крали Разорабляли Брали Мзду Лишнюю То есть Людей Обижали И все Я к чему это говорю Там где начинается Такая хозяйственная деятельность Все от Бога удаляется Вот такие монастыри Мгновенно Превращаются В заводы Фабрики Заводы Фабрики Организация Которая Уже Тратит Больше сил Не на то Чтобы Богу Молиться А на самообеспечение На стены На туалеты На туалетную бумагу На разборки На встречу архиерея Чтобы его накормить Черной икрой Чтобы он довольный был Обязательно А то вдруг Будет недоволен А можно ведь было И посохом дать Пару раз по горбу Ничего страшного Б не случилось Вот Потом значит Всякие тротуары Трубы Отопление Особенно если это Холодные зимние Какие-то Такой вот Климат холодный Сибирский И где превращается Хозяйство Там сразу Порабощение Вот этих бедных Крестьян Поэтому собирали Дань И по сути дела Заставляли этих Крестьян Но быть чуть ли не Крепостными Уже Еще до Монголо-Татарского Иго Вот как бы такой Свообразный Подход был И об этом Есть исторические Летописные Свидетельства Вплоть до того Что даже В некоторые моменты От безумия Поповского И жадного Поповского Безумия Восстания Даже поднимались Крестьян Против Такого Жадности Когда Помните Это Балда Приговаривал Сукаризной Не гонялся Батый поп За дешевизной И к сожалению Вот это Самый главный Недостаток Который я считаю Здесь Это то что Все это выставлялось Как будто это Сам Бог повелел Даже они Мздуто С васильковцев Собирали Не ради Своего А ради Господа Нашего Иисуса Христа И Пресвятой Богородицы Ну украли Немножко По дороге Ну ничего страшного Что ж там Бывает Слава Всевышеческая Вторая проблема Как только Появлялись Деньги Сразу Появлялись Всевозможные Такие Грехи Которые Деньги Позволяют Делать То есть Начинали Себе Покупать Драгоценные Одежды Парчевые Ризы Золотые Кресты Потом Начиналось Кто из Архимандритов Богаче У кого там Денег Больше Следующая Проблема Была то что Начинали Хвастаться Друг перед Другом Этими Имениями И богатствами И поэтому Мы знаем Только некоторых Людей Которые действительно Благочестивую Жизнь Жизнью Жили А вот этих История даже Не упоминает А их то было Как раз Самое-самое Большинство Которые отнюдь Неподвижнической Жизнью Занимались Следующая проблема Многие Водчины Всякие И хозяйские Земли Огромное Их количество Позволяло Устраивать Некие Политические Интриги И поддерживать Богатых Князей В их Политических Делах Что и Монастыри Частенько Вмешивались Поддерживая Одну фракцию Другую фракцию Поддерживая И так далее И тому подобное Совершенно Забывая о боге А просто Вот один князь Пообещал Что там Подарит Вот эту деревню Или вот это поле И это К сожалению Человеческое Моздоимство Никуда не денется Еще одна проблема Пока жили В маленьких Тельях И молились Богу Все было нормально Как появились Деньги Стали пьянствовать Пьянствовать И обжираться И привозить Себе Всяких Девиц Разных И не весь Откуда И вместе С протопопами Соборными Гулять И пьянствовать Так что Деревни Трещали И Земля Гудела Причем Доходило до Мордобоев Когда били Друг дружку Смертным Боем Одни Монахи Других Поэтому К сожалению Большому Где только Забывалось О Боге И только О деньгах Все это Ключалось Мгновенно Я не буду Другие Там Некоторые Если кто хочет Почитать Вы можете Почитать Из Нила Мироточивого Афонского Там Очень хорошо У него прописано В чем он Упрекает Монахов Это Такой Знаете Игумен Который Всю Жизнь Свою Прожил В келье Богу Трудившись С утра до вечера От Рождества Он указывает Монахам На самые главные Опасности Что они на Афоне Делают Он прямо Конкретно Им говорит Зачем вы Это делаете А зачем Вы вот это Делаете А это Вы зачем Делаете Упрекает Их Они его так Не любили Что чуть Не убийц Ему не подослали Убить его За то Что он их Упрекал В грехах Когда к совести Кто-то начинает Призывать Все ему Это очень нравится Просто убить Могут Запросто Могут отравить И убить И тоже Опять Радийство Бога Всегда буду делать Вот Ну и Самое главное Что я Еще хотел бы Здесь отметить К сожалению Большому В интригами Между князьями Замешаны Монастыри Ну я бы говорил Что монахи Сами А вот Архимандриты Игумены Замешаны В интригах Между князьями И чем больше Князь обещал Ну обещали Поддержку И начиналась Такая политическая Возня Когда монастыри Участвовали В крестьянских Этих бесконечных Ну как Говорят Князья дерутся У чубы У холопов Трещат И поддержка Интриг И даже Собственными Крестьянами Поддерживали Вот эти войны Заставляя Собственных Своих людей Участвовать На стороне Того или иного Князя В частности В борьбе Между всеми Наследниками Даже в борьбе Между наследниками Владимира Бесконечными Куча его детей И потом Ярослава И прочее Все остальное Даже тут Они были замешаны И указывается Что зачастую Были не Не чисты На руку И за деньги Говорили то Что нужно И в нужном месте Делали Говорили Следую Что я хотел Упомянуть Особенности Новгородских Новгородских Монастырей Во-первых Должен сразу Сказать Лучше всего Сохранились Исторические Сведения Не о Киеве Который Вечно Ограбился Пример Приведу Свой Может быть Подтверждение Ваши От Киева Не ушли Далеко Первый Пример Такой Вот Известный Это Нестор Летописец Монах Киево-Печерской Лавры Которая Скота Птицы И прочих Тоже Кто-то Из историков Предполагает Что Нестор Был Наемным Таким Летописцем Владимира Мономах Не самого Конечно Худшего Князя Даже Намного Лучшего Чем Многие Другие Но Некоторые Предполагают Что он Свою деятельность Начал Еще во времена Святополка Скорее всего Который Который Был Не самым Лучшим Действительно Князем И Плавно Перешел Потом На сторону Владимира Мономах Ну Вот Это Такая Функция Монахов Действительно Княжеских Наемников Для Летописания В их Интересах Об этом Говорят Некоторые Особенности Нестор Летописи Он Начинает Он Тоже Из Любича И Он Так Вот Когда он Повествует О Ярославе То Такое Почти Что Ничего До Этого Не Было Как бы Заново Начинает Свое Повествование Это Историки Очень Говорят Чего же Не обратил Внимание На Васю На Петю На Мишу На Сережу Их много Там Очень Персонажей А вот Особое Место Вот Самый Святой Среди всех Святых Князей Самый лучший Ну кто заплатил И о нем Уже идет Повествование Он как бы Источник Начала И в начале Было слово И слово Было О С Ярославом Начнем И вот С Ярослава И начинается Его основное Повествование Значит Чем Примечателен Новгород Новгород Даже интереснее Киева Гораздо В Новгороде Не было Князей А было Вече Была Народная Демократия И она Продолжалась Долго Аж до Ивана Грозного Практически И Это Кончилось Тем Что Все Светильники Древней Руси До Москвы До Московского Периода Они Практически Старались Вот в этих Новгородских Северных Землях Где-то Себе Застолбить Под обитель Уголочек Почему Потому что Там Князья Не могли Вмешиваться Бесконечно В жизнь Монастырей И монахи Могли Действительно Посвятить Свою жизнь Богу И вот Практически Нет Княжеских Монастырей В Новгороде Если В Киеве Из 22 Монастырей 20 Княжеских То В Новгороде Из 26 Всего 3 Княжеских Все остальные Строились Пожертвованиями Простых Людей Подвижников И монахов И не было Такого Сильного Огромного Княжеского Влияния Обращу Внимание Что в те времена В новгородские Владения Входили Псков Волоков Муром Астраханские Нынче Все эти Люберницы Все То есть Это вся Часть Поволж Северная Все это До Урала Наверное До Урала Ну там конечно Ничего не было На Урале Там Охотники Новгородские Туда ходили Вот значит Юрьев Монастырь Первый В Новгороде 1119 год 1119 год 1134 Пантелеймонов И В 1148 Году Паспасо-Преображенский Вот это Княжеские Монастыри Все остальные Монастыри 1119 год Это Владимир Мономах Да Значит Владимир Мономах Как раз Подтолкнул К созданию Этого монастыря В честь Георгия Победоносца Идея была Такова Что это Будет Хранитель Северных Пределов Земли 1134 Святопол Ой Господи Сын Владимира Великий Какого Князь Не Святополка Столько Было Что Не будем Мучиться Потому что Сейчас Опять скажу Я кажется Не Сын Владимира Мономах Тоже Да И Вот Это Уже При Нем И Причем Смотрите Вот Я Вот Сразу Хотел Ваше Внимание Обратить Юрьев Монастырь Это Георгий Победоносец Военный То Есть Основание Просьба Богу молили Чтобы защитил землю Дальше Пантелеймонов Монастырь 1134 год Пантелеймон Целитель То есть Больница Обитель О чем будем Говорить с вами О том что Люди основывали Эти храмы Обители От своих нужд Болел какой-то Князь Молился Богу О здравии Нужно было Избавиться От северных Врагов Строили Георгию Победоносцу А особо Когда хотели Что-то такое Великое Сделать Посвящали Богу Его Рождеству 148 году Спаса Преображенский Новгородский Монастырь Это монастыри Которые были Княжескими Но нам Еще по всему Северо-востоку Руси Известно Кроме этого 26 мужских Монастырей И 4 женских И все Вот 3 только 23 монастыря Получается Мужских И 4 женских Все были Построены Простыми людьми Никаких архиереев Ничего На тот момент Еще не было Но уже потом Вот мы знаем Что И епископ Иоанн И потом Помните Епископ Давид Сначала И Моисей Которым Мы с вами Разговаривали При братьях Калитах При Афанасии Калите Который Подобрял Сначала А после него Пришел Епископ Моисей Вот он Уже Активно Участвовал И строил Монастыри Но с этого Момента Выходит Уже Очень много Недовольных Вот Именно Теми Вмешиванием В политику Которая Происходила При Муздаимстве Архимандритов А Первые Епископы Которые Вышли Из Лавры Нам известно 20 епископов Которые Из Киево-Печерской Лавры Вышли Они Каждые Жили В своих Отдельных Кельях И собирались Только для молитвов Все они С такой Любовью Вспоминают Лавру Как истинную Встречу С Богом Всегда Встречаются С Богом Значит На Киево-Печерскую Лавру Они Вот эти Духовные Смыслы Перенесли Потом На Север О чем Я и говорил Что они Так как Там не было Князей Они себе Каждую Печерку Копали И вокруг Этих Пещерок Организовывались Монастыри И князья Не могли Туда Дотянуть Свои Жадные Ручки Потому что Ни земля Не принадлежала Ничего Не принадлежало Тут то все Было Княжеское А там Вече Народное Решало И князя Могли Втычки В Задоринки Выгнать И приглашали Его только Для того Чтобы он Был Военачальник Маршал Возглавить Войско Там на какой-то Период А потом Могли Запросто Выгнать Его В заши В 1136 Году В Новгороде Произошло Такое Восстание Против Князей Скорее всего Именно Основание Вот этого Монастыря Было Как покаяние Княжеское Из тех пор В Новгороде Действительно Князей Приглашали Даже Могли Кого-нибудь Если ранили Например Писали Икону Богородцы Молили Чтобы исцелило Или Храм Пантелиму Нацелитель Устроили Просили То есть Это название Отнюдь Не просто так Не просто так Название Значит Вот опять Я себе Выписал Что слово Вот это слово Детенец Детенец Объясняют Как ядро Города Часто Как вот Некое Ядро Именно ядро Города Которые Часто Составляли Монастыри Ну Я рассказал Вам Как бы Светлые Такие Стороны Темные Стороны Монашеской Действительности Праведности И грешности Вы должны Осознать Одну Простую Вещь Ничего Идеального Не бывает И Если приходят Монастырь Люди Они приходят Со всеми Своими Недостатками Какие у них есть Никуда это не девается И второй момент Обращаю Ваше внимание Тысячу раз Это повторю То что Монастыри Там где Отшельничество Там где Образуется Только административная Власть Все Монахи Становятся Рабами И выполняют Административно Хозяйственные Какие-то дела Причем По-настоящему Вот эти монастыри Возникли Уже только После реформы Митрополита Алексея Вот такие Общежительные Монастыри Которые имели Твердый Постоянный 1340 Какой-то Ну 46 Или 46 Или 47 Год Тут точные Даты Мы не можем Приводить Никак Потому что Могли Летописец Смог на год Ошибиться Ошибку И на год Во-вторых Могли Вместо одного Было часто Что по епископам И шло Какой епископ Был А некоторые Епископы Были Одно Имя Носили И Какой из них Первый Какой второй Какой третий Неизвестно И чем заключалась Реформа Алексея Пока сейчас Мы доберемся Вот как раз Мы добираемся До этого периода О котором Мы сейчас Говорили Я так вкратце Пострадался Но я еще У нас просто Времени Все не хватит Реформа Почему 1350 Какие-то 1353 Был же у нас Феогност Значит Вы Не ошиблись Ни на секундочку А точно Феогност был А Алексей Принял Уже был Да И как раз Я вам Вот вы прямо Знаете Вот ваше Такое Подняли Момент Я вам Открою Маленький Маленький Такой секрет Который сам Обнаружил С огромным Интересом Как вы думаете Какое первое Дело И задание И почему Он хотел Видеть Своим Преемником Алексея Именно И какое первое Задание Он получил Оказывается Подготовку Монастырской Реформы Феогност Поручил Будущему Митрополиту Алексею В отличие От Никона Который Дурниной Брал И устроил Раскол В русской Православной Церкви Феогност Оказался Очень умным И он Понял Что если Сейчас в монастырях Устроить переворот Реформу Ничем хорошим Это не кончится Только Расколом Раздором И раздраем И он Поручил Тогда еще Архимандриту Алексею Поручил ему Продумать Все возможные Монастырские Реформы Почему Потому что Развелось Страшное Пьянство Имели жен В монастырях Даже по 2 По 3 Имели жен Причем Меняли их Польские Надоели Русские Польских Себе пригласим Жен Вотчины И владения Имели Крепостных Крестьян Чуть ли не Сами там Монахи Себе заводили И это все Было С очень Нехорошей Стороны Потом еще Вдобавок Если кого-то Где-то Наказать Пытались Он бежал В соседнее Княжество И началась Такая Бегло Поповство Кругом Была Куча Беглых Всяких Архимандритов Которые Там свои Устраивали Разные Политические Интриги Но И Вот эта Реформа Была Поручена Именно Он тогда Находился Будущий Митрополит Алексей В Так Сказать Митрополит Чей В Отчине Такой Вот И Подготавливался К тому Он Уже Договорился С Патриархом С Глафеем О том Что он Будет Именно Константинопольским Да Какой У нас Еще Не было В поминнике Патриархов И Его Первым Заданием И Что он Очень Благоуспешно Вы Правильно Сказали Это Был Как раз 46 47 Год Когда Есть Первые Упоминания Есть Дошли До нас Труды Митрополита Алексея Его Первые Проповеди И там Прямо Указано Что Надо Заняться Монахи Должны Быть Такие Понятно Что Человек Этим Думал Над Этим И Это Была Его Проблема Он Не Пишет Прямо Что Конкретно Мне Составить График Нужно И Такие Таблицы Косинус Ось Ординат И Ось Абсцисс Поставить Нет Он Просто Говорит О том Что Вот 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 То есть Он Этим Занимался И Это Действительно Свидетельствуют Многие Источники Что Потом Уже Ставший Митрополитом Это Как раз Через Десять Лет То есть Это Пятый Год Когда Он Уже Становится И В этот Момент Он Понимает Что Уже Подготовил Подготовили Потому Что Волна Тогда Когда Человек Не Понимает Что Происходит А Когда Люди Уже Это Понимают То Не Будет Никакого Скандала И Драки По Этому Поводу Поэтому Вы Правильно Очень Заметили И Попали Вот И Такой Интересный Исторический Фак Тем Более Мы Уже Говорили С вами Что Все Связано Стефан Старший Брат Сергия Радонежского Там Был Крестным Крестил Потом Значит Этот Наоборот Приезжал Там Это Знакомство И Чуть Не Родственничество Его Митрополита Все Это Боярский Род И Потом Последующие Его Братьев Боярские Роды Все Связано Все Воедино Такой Большой Конгломерат И Здесь Как Бы Вот Именно В этот Момент Это Особо Надо Тоже Заметить Что Под Шумок О То Что Нужно Сделать Упорядочить Все Реформу Конечно же Монашество Поставили На Довольствие То Есть Общежительные Монастыри Задавили Отшельнические Монастыри Свободолюбивые Монахи Там Которые Молились Богу Особо Были Не нужны Уже Потому Что Христианство Утвердилось А Нужна Была Крепкая Княжеская Власть И Поэтому Вот Начиная Уже После Сергия Даже Сергий Радожский Был Против Этого Его Первый Монастырь Был Такой Отшельнический Туда Приходили Монахи Сами Рубили Себекели И Сами Жили Как Обычно Было В древних Монастырях А А Вот Уже После Реформы Митрополита Алексея Уже В основном Монастыри Стали Общежительными Чтобы Вы Поняли Тут Уже Было Так Все Вместе Кушали Все Вместе Жили Одна Баня Одна Больница Один Забор Все Уже У кого Нету Никаких Своих Там Келий В лесу Единица Некуда И Начиналось Сразу Строгий Устав В 6 Там В 3 Часа ночи Встали Правила Потом Никогда Ты хочешь Богу Помолиться Никогда Сердце Твое Зовет А На плацу Строгий Сразу Там Подготовка Марш Бросок Потом В колхоз Коров Доить Зарядка Зарядка И Вперед Все Это Студийский Монастырский Устав Который В свое Время Придумали Для Императорских Определенных Нужд Он Стал Установился Здесь У Нужно Он Пришел Из Византии Сначала Его Взял Студийский Устав Антоний Кеопечерский Он Был Отшельнический За 200 Лет Перед Этим Да Это 1051 Год А Реформировали Его В 1345 1456 Год Это Я Имею Ввиду Что Уже Появилось Такие Уставы Монашеские Один С другого Вытекают Просто Прописывают Добавляют Что Уже Теперь Не Просто По Тельям Будут Жить А Вот Такой Строгий Устав Как Военный Устав Пошло Армейское Все Из Монастырского Как Он Назывался Келеводский Келеводский Да Много Их Было Они Были Такие Самые Строгие Были Константинопольские Уставы Были Еще Иерусалимские Уставы Первый Василий Великий Студийский Студийского Монастыря Студийского Монастыря В основном Ну А Также Были Афонские Монастыри Многие Монахи С собой Сафона Приносили Разные Детей Такие Печерские Были На Афонских Уставах Да Это Все И то И другое Студийский Монастырь Вопрос В том Что Он Вернул Он Не Вернул Нет Вот Смотрите Вот Значит Антоний Жил В пещерах Допустим Да Феодосий Уже Построил Общежительный Монастырь Где Монахи Уже Вместе Жили Следовательно Сразу Нужно Прописать Кто Кого Кормит Кто Чего Копает Уже В этот Устав Добавляется Еще Несколько Глав О Допустим Что такое Устав Монастырский Там Прописано Например Что делает На месте Архимандрит Монастыря Что делает Благочинный Что делает Эконом Как должны Монахи То есть Он Расписывает Взаимоотношения Этих людей Чтобы они Не конфликтовали Между собой А Все было прописано Да Иначе Начинаются Просто разборки Кто Главнее Кто Сильнее И вот Значит В 1345 Году Вот Та самая Личность О которой Мы с вами Говорили Четвертый Человек 14 века Который Привнес В российскую Историю Пожалуй Столько Сколько Никто Другой Я даже Думаю Вряд ли Петр Первый Столько Внес В российскую Историю Сколько Преподобный Сергий Радон На самом деле Мы Многое Очень Ну так Поверхностно На все Смотрим А на самом деле Эта история Очень глубокая Ну что Произошло Вы знаете Вместе С Стефаном Который Потом Крестил Как раз Который Мы говорили С старшим Братом Они Решили Отшельничать И на горе Маковец Или Маковец Троица Вот здесь Сейчас Троица Сергия Лавра Выкопали Сначала Земляночку А потом Срубили Келью А потом После нее Маленькую Церковь Во имя Святой Троица И Стефан Не выдержал Даже года Сказал Не могу я И ушел В Москву Назад Где был Потом Игумен Монастыря То есть Неплохо Там Было Все нормально А преподобный Сергий Растался Там В этой Пустыне Я не буду Перечислять Всякие Там его Многочисленные Подвиги Я хочу Обратить Внимание На некоторые Самые Самые Такие Важные Вещи Которые Не часто Обращают Внимание Значит Построив Вот эту Маленькую Деревянную Церквушечку Вокруг Него Сразу Видя Его Подвижнические Труды Собираться Огромное Количество Монахов Все Собиралось Не просто Так Но Приходили Именно Те Которые Были Заинтересованы В этой Отшельнической Молитве Следующий Момент Значит В это Время Путешествовавший Патриарх Варфоломей То ли Иерусалимский Не помню То ли Константинопольский Ему Значит Кто-то Сказал Что есть Подвижник И он Туда Прямо Завернул И заехал В монастырь И его Из его Воспоминания Осталось В Константинопольских Или там Византийских Летописях И там Сказано Что Встретил я Когда я ехал То даже я не думал О том Что говорят Правда А когда я приехал Туда То мне показалось Что я встретил Кого-то из Макария Антония Или Феодосия Великих Как будто Они воскресли И встретили меня В этой глуши Я уже думал Что таких людей Нет на белом свете А встретил меня Как будто Воскрес Макарий Великий То есть Это один из Самых величайших Подвижников Первого века Первого-второго века Это величайшие Такие Столпы Такие Церковные И Да Я не думал Даже Что такое может быть И встретил Вот такого Человека Это очень интересно Потому что Это сторонние свидетельства Это не то Что наши папы врали А это сторонние свидетельства Совершенно Не заинтересованы В этом деле Человеком Оставив Всякий Разговор Там Рассказы о чудесах Если кто хочет Может прочитать В житиях На тряпке Валялась тряпка Он эту тряпку Взял Пошил себе Ризу Из нее На этой Ризе Служил Сам работал В огороде Кормил монахов И даже Князь Приехавший К нему Увидев Деда Который Копается В капусте Грязного Был Был Шесть 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 Семь позвонков Шейных позвонков Срослись То есть Он испытывал Человек при жизни Колоссальнейшие боли Это жуть Никаких обезболивающих Не было Ничего Но это только Показали Медицинские исследования На самом деле Нигде же мы не читаем Что он жаловался На свои болезни Страдания Муки И все остальное То есть Это был Очень великой Духовной силой Человек Третье Всем известный факт О том Что он не принял От митрополита Алексея Алексей хотел сделать Точно так же Как сделал Перед его предшественник То есть Патриарх хотел сказать Позвонить Но вовремя сдержался Позвонить Патриарху Костантинополь И договориться Что его преемником Будет Сергий Радонежский Но Тот ему ответил Что я от юности Не был Златоносцем Любить им золото И старости не буду И отказался От этого Митрополитчего креста О самостоятельности Его Говорит удивительный Факт О том Что он Двух бояр О слябью Пересвета Отправляет Дмитрию Донскому В помощь На битву Против Мамая Не спрашивая Никакого благословения У каких-то Митрополитов Полная Самостоятельность Отшельнического Монастыря Они сами Принимали Решение И ответственность За свои Собственные действия Никаких Не было еще Промывание мозгов Когда монахи Становятся Обслуживающим Персоналом И партиального управления Ничего такого В небо Как сейчас В нынешние времена Причем Хотел бы Обратить внимание Не знаю Знаете ли В этот факт Или нет Но дело в том Что и о слябя И пересвет Это Очень родовитые Боярия Брянские Брянские Два боярина Очень родовитые Два Брянских Хотя Можно я Чуть-чуть Ставлю Историки Конечно Этим делом Занимаются Естественно Эти лица Были такие В истории Их были Могилы На территории Долго Очень церковь Стояла И не похоронена Вот И есть У историков Такие сведения Что эти были Независимые Брянские Боярии Которые Ну там Где-то С Сергием Пересеклись И есть Другие сведения Что Александр Пересвет Родился Недалеко От Троицкой Сирийской Лавры И сегодня По дороге От Троицы Сергиевой Лавры В сторону Углича Там Калязина Перед Талдамом Вот где-то Между В этом районе Есть указатель На Силу На деревяшку Пересвет Не знаю Какие там Краеведческие Сведения Но вот Борьба За принадлежность Этих Лист Сорических Идет Точно Уточнить Не могу Тоже Здесь Но Предпринимает Сергий Радонежский Такое Очень Ну как бы Необычайное Действие Такое Видимо Ну События Сами Настолько Были Велики События Что Пришлось Это Сделать Поскольку Это Были Истоки Действительно Российской Государственности И Это Не просто Монахи А схимонахи То есть Это Монахи Которые Раньше Не было Такого Что Была Малая Схима Это Уже Потом Попозже Ввели А тогда Сразу Великую Схиму Совершался После Не буду Объяснять Тонкости Пускай Руш Это Самый Строгий Такой Монашеский Вариант Самый Самый Строгий И Вот Такой Порыв Что Подвиг Этот Воспринимался Именно Как Борьба За Веру То есть Мамай С этим С Исламом Совсем То есть В этот Момент Это Уже Воспринималось Не Просто Как Битва Потому Что Иначе Бы Не Послал Битва За Цивилизационные Смыслы Да Здесь Монахи Не Могут Принимать Такое Участие Убивать Кого-то В битвах И Боярина Боярина Были Очень Искусны В Войне То есть Они Были Воинами И Один И Второй Вот В чем И Дело Почему Историки Подвергают Сомнению То Что Они Были Именно Монахами Что Они Именно В Их Выходцы Из Бояр Что Они Профессиональные Воины Представить Себе Что Два Мужика Встретились И Вдруг Он Так С Легкостью Убил Лучшего Ханского Воина Золотой Орды Которая Прошла Огнем По Всей Земле Это Как Говорят Молодец Среди Овец А Как На Молодца Так И Сам Овца А Здесь Должен Был Быть Равноценный Противник Поскольку Сдержать Натиск Одного Из Самых Это Сделалось Специально С тем Чтобы Запугать Показать Как Там Голову Например На скаку Отрубил И вам Всем Так И все Побежали А Здесь Достойный Отпор Такой Именно Это Ловкость Это Умение Скакать На Коне На Коне И Все Это Достойно Это Это Явно Не Мальчик Который Как У Нас Было Первую Чеченскую Компанию Собрали 200 Казаков И Чечены Перебили За Час Всех Они Думали Что Если Они Собрались То Они Воины Сразу Это Надо Было С детства Сесть На Коня И Не Только С Шашкой А Автоматом На Коне Сейчас Такие Времена Что Надо Не Только Шашкой Махать Но Пользоваться Современным Оружием Перебили Такой Почесть Им Давали Очень Долго Их Почитали Их Поставили Церковь По имени Пересвета Славили На территории Завода Динамо Последующая Которая Сейчас По моему Часон Восстановили Возможно Восстанавливают Ищут Восстанавливают Такие Герои Конечно Существовали И Не только В памяти Хоть Историки Говорят Что Нет Никаких Сведений Что Он Мчелубеем Дрался Ну Извините Меня Такая Легенда Она Из Ничего Возникла Не Может Конечно Значит Другие Просто Чисто Такие Интересные Факты Из Троицы Сергиевой Лауры Лауры Будет Интересный Момент Пожалуйста Я Готов Вспоминать Представьте Что Было Интересно А кто Знает Троиц Сергиеву Лавру Конечно На месте Троицкого Собора Никон Это уже Последователь Сергия Радонежского Построил Каменный Храм Тот Который Мы знаем Сейчас Троицкий Собор А деревянный Храмик Который Построил Сергий Радонежский Перенесли На место Которым Сейчас Находится Святодуховский Собор И Осветили Его В честь Святого Духа Надо же Какой Интересный Такой Момент Оказывается Деревянный Храмик Переместили На место И тут Осветили Уже Не в честь Троицы А в честь Святого Духа Его осветили Этот храм Маленький И В монастыре Был свой Источник Конечно Там Обязательно Была Вода И все Прочее Сейчас В основном Уже Не пользуются Водопроводной Водой Это Так Для освещения Осветят Крещенская Вода Или еще Что-нибудь Из колодца Там Наберут А так Все пользуются Кругом Сейчас Везде Все Это Где Давление Туда Поставят Насос И пошла Туда И пошла Святого Источник Конечно Там Уже Давно Ничего Нет Там Все Работает Насос Качает Из Какого-то Колодца На воду Где-нибудь Такое Уже Не 13-й 14-й Век Не 14-й Век Вот Значит Еще Один Маленький Штрих Такой Который Часто Не Говорят Значит Преподобный Сергий Радонельский Обладал Таким Духовным Авторитетом Что Помимо Всех Метрополитов И прочих Всех Церковных Деятелей Усмирял Народные Восстания И Княжеские Всякие Междуусобицы Известный Факт Когда он В целых Городах Приезжал И закрывал Храмы Говорил Пока не Помиритесь Не дам вам Здесь слушать И закрывали Замки Закрывали Храмы Прекращались Службы Прекращались Крещения И слушались И слушались Больше Чем Метрополита Которого считали Все таки Княжеским Человеком А это Был Человек Божий Видите Какая Разница Метрополит Это Княжеский Слуга А Сергий Был Человеком Божиим И так Он вошел В историю Игумен Земли Русской И так Это Легло В основании Это Был Сложнейший Период Для Руси Когда Из Вот Этого Тяжелейшего Вассалитета Под Этими Ордынскими Ханами Вдруг При Алексее И при Сергее Радонежском Русь Воспряла И вот Этот Молодой Князь Дмитрий Будущий Донской Он В 70-е Годы В 1370-х Годах Он Прославился Не только Куликовской Битвой Вот Это В общем-то Даже Почему-то Мало Кто знает Там За Десятилетие От 1370-го Боскетовщины Предварительно До Куликовской Битвы Прошли Такие Грандиозные События Которые Подняли Дух На Всей Руси Там Вся Русь Дышала Тем Что Мы Этим Ну Наваляем Что И Наваляли Не Только Литовцам В начале 70-х Князь Князь В это Время Вырос Возмужал Объединил Под Своей Властью Там Более Двадцати Князей Русских Князей Они Все Пошли Под Его И Сказали Мы Вместе Все Будем Заедино И Они Наваляли Ну Правда Была Конфуз На Реке Пьяни При К другим Поддержки Просить К генуэстцам К литовцам Там И так далее Чтобы собрать Эту силу Которая Могла Бы Восстановить Вот Этот Известен Кстати Переписка Мамая С Венецией Переписка Всякие Там Обещания Ярлыки Торговля И Даже Например Он Обещал Варде Беспрошленно Торговлю Чувствовали Потому Что Им Сказали Да Иди Ты Мамая Ты Вообще Никто Здесь Ты Вообще Мамая Ты Узурпатор Ты Не Царь Ты Не Хан Ты Не Чингизит Мы С тобой Даже Разговаривать Не будем И Русские Князья Тоже Так Воспринимали Что Ты Чингизит Интересный Еще Факт Идигей Сжег Троица Сергиева Лавра Об этом Часто Не 1408 Год Это Уже Через Да После Сергия Радонежского Через 70 После Сергия Радонежского Даже Меньше Меньше Я имею Ввиду От Основания 1345 Году Даже Меньше Это Получается 53 Года После Основания Лавры Когда У нас Умер Сергий Радонежский Не могло Точно Сказать Год Дело В том Что Ну Как бы Вроде Есть Исторические Даты Подтверждающие Этот Момент Но Очень Разнятся Историки Некоторые Называют 1389 Умер Дмитрий Донской И Где-то Наверное Позже Немножко Позже Умер Сергий Радонежский Где-то В это Где-то 1390 Да И Вот Вся Очень Разнятся Историки Потому Что Скорее Всего Что Уже Стали Использовать Имя Преподобного Сергия В этих Княжеских Летописях Для своих Интересов Точно Назвать Невозможно Но Само Перенесение Мощей Погребения Как бы Церковные Вот эти События Они Свидетельствуют О том Что Где-то Вот Факт Тот Что От Смерти Митрополита Алексея В 1378 Году До Смерти Дмитрия Донского 1389 И чуть-чуть Позже Сергий Радонежский Играл Роль Главу Практически Хотя Там числился Киприан Митрополит Киевский Литовский Числился Но Он не играл Никакой роли Ну они пустили Они пустили Да И к сожалению После уже смерти Сергия Радонежского Они там Вынуждены были Уже Да С князем Литовским Витов Там Порезвились На Руси Да Это был Очень тяжелый Период Когда Сергий Умер И Русь Практически Не попала Уже Под власть Литвы Ну такой Тяжелый Период Значит Уже Ником После Сергия Радонежского Первый храм Каменный 1412 год А Каменный Перестройка Его храма А 1422 23 год Это стройка Троицкого Собора Каменного Уже Который мы сейчас знаем Который до нас дошел Это вот там Где лежат мощи Преподобного Сергия Радонежского И 1422 1423 год Всем Конечно Тем более Нашим землякам Сибирякам Это Побывать В Троицк Сергиеве Лавре И посмотреть Эту красоту Это просто Ну не высказать Конечно Там еще дальше Если мы будем Будем дальше Двигаться По истории Мы вспомним Ивана Грозного С его Стройками В Лавре И потом Бориса Годунова С пределом Пристройками И Екатерину С колокольней В общем там Все постарались Там целый склеп Этих Годунов Сейчас Они на улице Я тоже Приказал Разрушить Этот самый По-моему Алексей Михайлович Приказал Разрушить Притвор Чтобы Годуновы На улице Оказались Да Они же Лежали в соборе Приказал Разрушить Да Чтобы они Оказались Во дворе Перед храмом Тем не менее Исторически Значим Куспенскому собору И на нем написала Ведомому Богу Это Апостол Павел Известен Проповедью своей В Афинах В Ариапаге Где он пришел И говорил грекам Вот я нашел У вас храм Неведомому Богу Построенный Я вот пришел Вам про этого Бога рассказать Хитрый был Апостол Павел А Екатерина На соборе Написала Ведомому Богу Которого я знаю Ведомому Богу Написала Екатерина Ну Еще Времени у нас У нас уже Не так уж много Еще очень важно Упомянуть Это самые Северные Наши монастыри Пожалуй Их знают Больше После Троицы Серговой Лавры Конечно Больше всех Знают Валаамский Монастырь Ну Также Соловки Но Соловки Стали известны Уже Будем говорить Более Из-за печальных Событий Таких Тюремно-страдальных А вот Валаамский Монастырь Всегда Пользовался Огромным Почитанием И Его В истории России Северных Пределов Он сыграл Огромнейшую роль Очень Разнятся Сведения Очень Потому что Библиотека Была разграблена Сожжена Все было уничтожено Храмы Перестраивались Первый храм Был в Еме Святой Троице Потом На месте Разрушенного Храма Построили Спас-Предображенский Собор Переименовали Этот монастырь Мощи В 1162 Году Вывезли Срочно Сергия Германа Валаамских Вывезли Срочно На материк Потому что Чтобы не разграбили Там Не сажали Не украли В 1982 Году Вернули В скалу Прорубились В скале Глубокой Сделали Там Такую пещеру Закопали Чтобы никто Не мог Достать Но Самое Примечательное Другое То что Эту гору Называют Русским Афоном Валаамские Вот эти острова Называют Русским Афоном Туда Бежали Монахи От Архиерейской Митрополитии Власти Нравится Кому-то Это или нет Но это Так и есть Бежали Туда От князей Бежали От Суиты Мира Чтобы никто Их не мог Достать От неправды От неправды Всяческой Помните Мы За неправду Митрополитию Андрей Боголюбский Разграбил Владимир Киев Икону Владимир Забрал Также И здесь От неправды Митрополитии От всяких Интриг Княжеских Бежали На север И этот Валаамский Монастырь Именно тем И известен Туда Уходили Самые Подвижники Там Было Очень Тяжкие Условия Для жизни Каменный Остров Который Жутко Радиоактивный Он фонит И вызывает кучу болезней Этот гранит Это уже никто не знал Только здоровые мужики Могли жить На этих камнях Выдерживать Из последних Жил Из последних сил Вот И Истории Неизвестно Многие Приписывают Это вот Перенесение Мощей Вот там Одиннадцатый Двенадцатый Век Но Есть Статуи О том Что даже В десятом Веке Там уже Были Монахи На этом Острове Какие-то Такие Богоугодные Подвижники Которые Туда Уезжали Еще Из Киева В северные Пределы Второй Момент Говорит О том Что уже Во время Восстановления Монастыря Это вот Как раз Уже Период После Троицы Сергиевой Лавры Когда Многочисленные Уже Духовно Опытные Люди Перебрались Туда На Валаам И там Основали Такую Северную Нашу Монашескую Столицу Но Что Какие Примечательные Очень Моменты Есть Валаам Был Полной Вольницей Это Была Полностью Монашеская Республика Как Сейчас На Афоне Они Даже Сейчас Поругались С Патриархом Варфоломеем И не Поминают Его А Вольница До Полиции Доходит До Драк Там Все Весконечно Современный Варфол Современный Варфол Некоторых Монастыря Поминают Некоторых Не Поминают Кому Чем Не Лень Вот И Значит Вольница Это Была Настолько Свободолюбивая И Сильная Что Как Только Стали Их Прижимать Они На Соловки Пошли Оттуда Еще Севернее На Беломорье Пошли Лишь Бы Только Богу Одному Служить А не Влезать В эти Бесконечные Денежно Финансовые Строительные Отношения Которые Навязывали Всяческие Метрополиты Архиереи Второй Момент Валаамский Монастырь Суровый Край Где Все Жили Таким Тяжким Своим Трудом Что Говорить О Каком-то Там Лихаимстве Пьянстве Ничего Было Возможности Нечего Было Красть И Нечего Было Пьянствовать Только Когда Уже Потом Был Рассвет Монастыря Когда Уже Появилось Множество Жертвователей Всяких Князей И царей Вот Тогда Уже Было Что Грабить Но Самыми Первыми И Сильными Ворами Которые Грабили Валаам Оказались Шведы При Петре Первом Вот Они Так Грабили Монахи Были Беззащитны На Острове И Описание Их Бесчинств Олово Руки Ноги Олоза Выковыривали Зики Отрезали Монастырь Разграбили Страшно И Монахи Оттуда Бежали Ну Практически Полностью Только Потом Уже Когда Была В 21 Году Закончилась Эта Шведская Война Только Потом Начинается Возрождение Монастыря Восстановление Скитов И прочее 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 Еще Один Интересный Факт Как Вы Думаете Вот На Валаам Монашеская Республика Как Вы Думаете Что Это Такое Было Что На Себя Представляла Эта Виза Мешок Чернозема Это ЖК Там На Камнях Ничего Не Росло И Кто Хотел Поклониться Валаамским Святыням На Корабле Брал Тащил До Лодки Собой Мешок Земли И Действительно Благодаря Им Они Засытан Эту Землю Поля Появились Где Можно Сажать Пшеницу Где Можно Выращивать Там Все Что Угодно Как Я Говорил Вплоть До Что На Соловках Потом Клубнику Выращивали Два Великих Подвижника Которые В основании Сути Дела Стоят Этого Монастыря Это Сергий Герман Валаамский Они Вообще Мифические Личности Потому Что Настолько Противоречивых Сведений Что Ну Просто Ни Сказки Сказать Не первого Писать Знаете Как Это Все Рано Что Мы Сейчас Бы Изучали Жизнеописание Баба Яги Там Кощей Бессмертного Тоже Можно Какие-то Исторические Сведения Подчеркнуть Очень Мало Сведений Сохранилось Но Я Думаю Что Правдиво Именно Вот То Что Это Были Первые Два Подвижника Которые Искали Полного Уединения Они Не Собирались Там Никаких Лавр Они Приехали Туда Молиться И Подальше От Мира Чтобы Получить Такую Духовную Свободу Чем Еще Примечательно Это Удивительная Монашеская Республика Это Огромное Количество Вдумчивых Трудолюбивых Научных Церковных Деятелей Которые Писали Здравомыслящие Труды Церковные Истории Всякие Профессора Церковные Многие Архиереи Прошли Через Архивы И библиотеки Которые В свое Время Сохранялись Там На острове И были До всех Этих Самых Печальных Сожжений И прочего Всего Остального Еще Один Момент Интересный В советские Времена Он оказался На территории Финляндии И Поэтому Не закрывался Этот монастырь И Когда Уже Пришла Советская Власть Часть Карелии Забрали Мауфинов То Основался Нововоламский Монастырь Монахи Ушли В Финляндию И Там Забрали С собой Библиотеку И архивы Вот эти Интересные Которые Перевезли С собой В Нововоламский И снова Воламский Монастырь Ну и Буквально Еще Пару Слов Я хотел Сказать О Иерусалимском Монастыре Так Называем Нововоламский Монастырь Который Строил Патриарх Сегодня Волам На территории России В результате Советско-финской Войны Да Когда Землю Подвинули Забрали У Финляндии И остался Нововоламский Монастырь Нет Нововоламский Монастырь Финляндии Он до сих пор Есть И монахи Там живут Наши еще русские По-моему Даже Там есть Кто-то из Древних Монахов Которые Буквально Не только Умерли Которые Прямо Оттуда Они там Еще унесли С собой Воламскую Икону Чудотворную Божией Матери Когда уходили Оттуда Я сейчас Не знаю Может передали Но Сбежали от Коммунистов Да Они сбежали А им Было все Видно Они же Видели Что было С Руссией Сделали Все шрамы Были Закрыты Не закрывалось Только два Монастыря Это вот этот Воламский Монастырь Почему он не закрывался Потому что Был на территории Финляндии И не закрылась Псково-Печерская Лавра Потому что Ходилась на территории Литвы Тевтонского Рыцарского Союза Который тоже Потом А потом уже Когда дошло Война началась И руки до нее Не дошли Да нет Там было Послабление Да Уже было Другое Это был не 26-й Какой-то Год А это уже И потом Война началась И все И уже забыли Про это Окупация Началась И уже Про это забыли Забыли Под оккупацию Псково-Печерский Монастырь Одной из Жемчужин Таких Чисто архитектурных Российских Монастырских Является Конечно же Новый Иерусалимский Монастырь Патриарха Никона У Никона Были такие Великие амбиции Что он решил себе Построить Иерусалим И он послал Туда в Иерусалим Специальных людей Которые все Мерили и измеряли И полностью Перенесли Топонимику Топонимику Возобновили И построили Идентичное Даже из таких же Строительных материалов Подмосковье Новый Иерусалимский Монастырь В котором Гроб Господень Храм Воскресения Голгофа Гефсимонийский Сад Место Крещения Христа Место Страданий Камни Помазания В общем Все Исторические Евангельские События Которые Повествуют О Христе Там Повторены И Этот монастырь Достраивался При царях Очень много было Жертвователей Но В советские Времена Он пришел В жесточайшее Запустение И вот только Буквально Последние годы Министерство Культуры Там сейчас Развернули Конечно Грандиозные Работы По восстановлению Монастырей Монашеской Жизни Мы еще дальше Будем Говорить об этом Обязательно Но вы должны Понять Что История Границы С Сергием Радонежским Это история Общежительных Монастырей И Отшельнических После Сергия Радонежского Отшельнических Монастырей Больше Меньше После реформы Митрополита Меньше 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 И они Практически Сошли на нет Сейчас Их не существует Сейчас Все монастыри Которые есть Это монастыри Общежительные Если монахи Где-то прячутся Там Уходят Из Ипорхиальных Структур Они сами Молятся Богу Сами Богу Стараются Где-то служить Вот подобно Вот этим Древним Отшельникам А сейчас Все монастыри Только Общежительные Следовательно Они По жесткому Такому Церковному Уставу Превратились В обслуживающий Персонал Для епископата Для епархии Для епископата Чтобы решать Епархиальные Какие-то интересы Поэтому Уже дальнейшее Вот при Иване Грозном Там И прочих Русских царях Уже будет Немножко другая История Монашества И в результате Всего Мы придем С вами К периоду Священного Синода Святейшего Синода Который Вообще Там Все затихло И монашество Заглохло И Голос Не стал слышен Вот Громкий голос Сергия Радонежского Это Светлые времена Руси А дальше Будет Более суровое Историческое Более тяжелое Можно скажу Вот впечатление Которое Я подчеркнул Из вашего рассказа Значит Монастыри Это уникальная Система Верующих Которую создавали Верующие люди На Древней Руси И потом В последующем В Москве И так далее И в России Значит Сначала Это шло Подвижники Поднижическая Сущность Такая была За ними За этих подвижников На церковные структуры А потом А потом Эти церковные структуры Накрывало Государство Вы прямо Сделали Сто процентный Трехступенчатый Так и было Так и было Даже Соловейский монастырь Я думаю Вы скажете Перед шведами Ведь Соловейский монастырь Раздолбили не шведы А Петр Первый Петр Первый Сначала За то что Люди Старой веры Не хотели Подчиняться Вот этим Никоновским реформам Они там Заперлись Соловейский монастырь И долго Долго Несколько лет Воевали Да Конечно А у нас Водомыслие Никогда не поощрялось Их очень подвергли Жестокому Избиению Самому настоящему Страшно Еще говорят Что у нас Не было церковных войн Да Если вы тоже Знаете Мы дойдем до этого Но если вы думаете Что было гладко Все Это глубочайшее Вранье Сейчас знаете Я тоже смеюсь Сижу Где-то Рязанская епархия По-моему Точно не буду врать Не помню Но Рязанская епархия Напечатала Четыре тысячи Экземпляров Сказки О попе И работнике Его балде Но там Вдруг поп исчезает И князь Ой не князь Купец Пошел купец По базару Посмотреть Какого товара За плагиат Я думаю Надо осудить Потому что На самом деле Действительно Попы были такие Потому что Это так было Ну куда деваться Это была Наша история Жрецы тоже были жадные Там брали Египетские Например Крали там Деньги у фараона Не только наши Были плохие Всякие жрецы Всегда были плохими Знаете как Объясню в чем проблема Здесь Монастырь это что-то Таинственное Преисполненное Магией Для простого человека И Очень легко Бога любви Который Воскрешает Мертвых И сам умирает Ради людей Превратить В таинственного Обитающего Во мраке Дым и ладана Помазание Священным маслом Поливание Святой водой Какого-то Такого Странного Страшного Существа Которого Все должны Бояться И там Жутый Такой Нагнать Это очень легко Чем всегда И пользовались И Очень легко Христианская вера Превращается В магию Не зря она Вечно с колдунами Сражалась Как конкуренция Вот Поэтому Очень Мгновение Ока Превращается Духовная жизнь В магизм Исполнение Треб Кто-то там Умер Закопали По особому Обряду Кто-то родился Там Крестили А решается Смысло Самого главного Смысла Решается То что это Бог Есть любовь И превращается Все просто В магии И легко было Очередим Людей Контролировать Это люди Гораздо проще Понимают Запугивать И контролировать Поэтому мы будем Всегда отслеживать Тех людей Которые В истории Российской Истинно Послужили Богу Без Своекорыстных Каких-то Темных Целей А светлой И чистой Душой Ну на этом Мы закончим Извините Всего доброго Ну так бывает Всего доброго Всего доброго Спасибо Субтитры